Здравствуйте! Видео по работе со специальным радиоустройством для программирования ключей Audi A6, A7, A8 и Volkswagen Tourette 2010-2014 годов выпуска. Работает во всех основных частотных диапазонах 315, 433, 868 МГц без аккумулятора при использовании в качестве эмулятора ключа. Первоначально краткое описание системы Audi A6, A7, A8 WF-S5+. Обычно для автомобилей Audi со смарт-ключами и системой WF-S5+, ключи можно запрограммировать только у дилера и другого пути нет. Это связано с тем, что код для замка рулевого колеса и блока управления двигателем хранятся в ключе и его копии в авто нет. Поэтому считать его из автомобиля нельзя. Эти коды сохраняются в заказанных у дилера ключах, что позволяет лишь добавлять ключи. Производители нашли способ и создали радиоустройство для считывания таких данных при запуске авто уже используемым ключом. Затем, по этим данным, можно запрограммировать до 8 ключей авто. Основной функционал радиоустройства. Устройство имеет два канала A и B, которые можно использовать по отдельности при сканировании. В каждом канале можно сохранить до 5 автомобильных кодов. Это сделано для решения проблемы, когда при сканировании запускается несколько авто. Пользователь при программировании ключа в авто сможет позднее выбрать более одного из хранимых кодов. В режиме Key Mode, режим ключа, это устройство может работать так же, как ключ автомобиля. И может быть запрограммировано для автомобиля, как обычный ключ. С выбранным из канала A или B кодом автомобиля, который был отсканирован и сохранен ранее. Можно также воспользоваться программатором ключей для передачи кода автомобиля с этого радиоустройства к 1-8 новым смарт-ключам Audi. И это будет так, как будто у дилера были заказаны ключи, которые потом были успешно запрограммированы в авто. Нужно учесть, что радиус действия ключа от 5 до 40 метров в зависимости от установленных в авто стеклах. Включение устройства. Первоначально в устройство нужно установить стандартный элемент питания на 9 вольт. Есть несколько типов аккумуляторов и важно использовать хороший. Показаны наиболее популярные. Рекомендуется использовать литийную батарейку U9VLJP, которая дороже, но с очень большой емкостью, что обеспечивает длительное время работы устройства. После включения устройства три светодиодных индикатора мигают пять раз. Левый и правый двуцветные светодиоды показывают состояние кода включей в канале A и в канале B. Синий светодиод зарезервирован для режима эмуляции ключа. Средняя кнопка зажата на 3 секунды, что подробно описано ниже. В таблице показано, как мигают светодиодные индикаторы после включения питания устройства. Примеры для декодирования. Уже сохраненные коды можно использовать для программирования ключей в авто двумя разными путями. Первый путь. Запустить радиоустройство в режиме эмуляции ключа и передать код через программатор ключа для программирования ключа по ABD2 в автомобиле, используя следующие функции в меню. Меню и Key Copy A678. Затем программатор попросит первоначально вставить в антенну нужный ключ авто и нажать ОК. Теперь оригинальным ключом автомобиля будет это радиоустройство с отсканированным кодом. После того, как код автомобиля будет считан из этого радиоустройства программатором ключа, программа попросит вставить новый ключ в катушку антенны для передачи этого кода в новый ключ, который позднее будет использован для добавления к авто. После этой операции новый ключ, который был запрограммирован на этом этапе, теперь адаптирован к данному отсканированному ранее авто и может быть запрограммирован как заказанный у дилера ключ. Эту функцию можно также использовать для считывания с оригинального рабочего ключа автомобиля и передачи новому ключу, который может быть использован для добавления к машине так же, как и заказанный заводской ключ. Радиоустройство нужно перевести в режим Key Emulation Mode, режим эмуляции ключа. И это означает, что устройство будет работать как ключ автомобиля. Итак, второй путь. Нужно запустить устройство в режиме эмуляции ключа, как при использовании обычного ключа авто при его добавлении программатором в авто. Как перевести радиоустройство в режим сканирования для считывания кода при запуске авто с выбором нужного диапазона частот. Имеется три разные антенны, по одной для каждого диапазона частот. Для выбора частоты нужно установить нужную антенну в нужное гнездо. Перед включением радиоустройства нажать и удерживать левую кнопку, зеленую, для 350 МГц, среднюю, красную, для 433 МГц и правую, синюю, для 868 МГц. Затем включить устройство выбранной кнопкой, слегка удерживая ее. Вспыхнет указанный ранее для этой частоты цветной светодиод. Подождать одну секунду и отпустить кнопку. Устройство будет включено, а выбранный диапазон частот сохранится в устройстве. При каждом следующем включении будет установлена текущая частота. И так до следующего изменения ее пользователям. Включить питание устройства. Проверить состояние каналов A и B с кодами авто. Левый светодиод канал A, правый светодиод канал B. Декодировав по миганию цветных светодиодов, как описано выше в таблице. Если канал, который нужно использовать в работе, не пустой, то потребуется сделать следующие шаги. Для очистки этого канала. Выключить устройство. Для очистки канала A нажать и удерживать левую и среднюю кнопки. Для очистки канала B нажать и удерживать правую и среднюю кнопки. Для очистки канала A нажать и удерживать левую кнопку для начала сканирования в канале A или правую кнопку для начала сканирования в канале B. Зазвучит с нарастанием звуковой сигнал и через 2 секунды устройство перейдет в режим сканирования в указанном нажатием нужной кнопки канале. Если выбран канал A, то после того, как код автомобиля будет успешно считан, то из зуммера прозвучит нарастающая мелодия и одновременно начнет мигать левый диод один раз красным, а затем один раз зеленым. Это означает, что в канале A был успешно сохранен один код автомобиля. Если выбран канал B, то все будет так же, как и с каналом A, только светодиодный индикатор будет правым. Каждый канал позволяет сохранить до 5 автомобильных кодов. После того, как в устройстве будет сохранен действующий код автомобиля, можно выключить устройство и следовать инструкции по использованию этого кода при программировании ключей авто. Нужно только запомнить номер канала, который был использован для сканирования этого авто. Как войти в режим эмуляции ключа и как использовать это для правильного программирования ключа в авто. После включения питания устройства можно увидеть состояние кодовых каналов. Для запуска устройства в режиме эмуляции ключа нужно нажать и удерживать среднюю кнопку. Во время нажатия прозвучит нарастающий сигнал зуммера и будет включен только средний синий светодиод. На этом этапе нужно освободить зажатую среднюю кнопку. Синий светодиод включится, однако левый и правый светодиоды замигают 5 раз с 5 секундной задержкой, а затем с 2 секундной задержкой и снова то же самое. Поэтому теперь нужно будет выбрать определенный канал A или B, из которого эмулятор ключа должен будет принять код от сканированного авто. Обычно при сканировании данного авто в канале A сохранится только один автомобильный код. Левый светодиод мигнет один раз зеленым и четыре раза красным. Это означает, что в канале A сохранен только один из пяти возможных кодов. После входа в режим ретранслятора нужно один раз нажать левую кнопку канала A. В буфер эмуляции ключа будет передаваться первый из пяти кодов канала A. Теперь радиоустройство работает точно так же, как ключ, заказанный у дилера Ауди и может быть добавлено в автомобиль вместо оригинального ключа. Или его данные переданы новым пустым ключам Ауди через функцию копии A678Ки. Копирование ключа A678. В этом случае программатор первоначально предложит поместить нужный ключ в антенну. В качестве ключа нужно воспользоваться этим радиоустройством, приложив его, как на фото, к RFID-антенне. Появится сообщение car key code, read it, код автомобиля считан, insert blank key, вставьте пустой ключ, for program code, для программирования кода, and press ok, нажать ok. Нужно поместить пустой ключ, который позднее нужно запрограммировать так, как показано на рисунке. Затем нажать кнопку ok, появится сообщение key program ok, ключ запрограммирован нормально. Now can add to car, теперь можно добавить в автомобиль. New key ok, exit. Выход и ключ готов к привязке в авто. При программировании вместо ключа ауди этого радиоустройства, его нужно установить в автомобиле так же, как и ключ, но что важно, именно в горизонтальном положении. Подробнее в руководстве для пользователя. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.